Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем-то чуть ли не классическая ситуация в наше время. Парни бросают скучную высокооплачиваемую работу в офисах, чтобы делать игру своей мечты на деньги бекеров. Выдумывать ничего не стали, за основу взяли Ultima Online, причем даже визуально, с поправкой лишь на то, что движок современный, Unity. А так, знакомая изометрия, знакомый сэндбокс, знакомые скиллы и прокачка. То бишь, по сути, игра вас ничем не ограничивает, вы больны делать что угодно, получая за это опыт, деньги и прочие плюшки. Камера при этом находится над персонажем и вращается на 360 градусов. Хотите быть лесорубом? Не вопрос, покупайте или делайте топор и вперед лес рубить. В процессе автоматически прокачаются нужные статы и вы рано или поздно станете мастером своего дела. То же касается и классов. Вы, конечно, выберете себе стартовый набор умений, но никто не запрещает в процессе взять в руки луки и изучить нужные навыки, будучи при этом магом. По поводу боевки. Она в игре медленная, так что если вы резкие и дерзкие, Legends of Aria определенно не для вас. У всех мобов, а мобов вам придется перебить дикую тучу, если вы хотите достичь хоть чего-то в воинском деле, есть свой уровень. Тут как с сусликом, вы его не видите, а он есть. Причем то, что вы легко и непринужденно расправились с каким-нибудь мобом, скорее всего означает, что и опыта в прокачке вооружения вы не получите. Не все так просто, чтобы прокачаться по максимуму, придется поискать на ком это сделать, а это долгий и неспешный процесс. Хотя, скажем прямо, далеко не новый для многих игроков. О чем не стоит забывать на ранних стадиях игры, нужно позаботиться о том, чтобы у вас всегда были бинты под рукой. Во-первых, так вы сможете прокачать свои навыки лечения, а это в свою очередь позволит все лучше и лучше отхиливаться с одного бандажа. Делия, конечно, тоже есть, но цены на них кусаются, так что использовать их целесообразно только в крайнем случае. Мир игры назвать огромным язык не повернется, но в то же время он и не такой маленький, чтобы пешком или на маунте можно было быстро добраться, например, до соседнего города. И это прям очень кстати, что в Legends of Area присутствует система телепортов, с одной стороны, с другой не стоит этим злоупотреблять, лучше лишний раз прогуляться, полезней будет. Каждый игрок в Legends of Area может купить себе участок земли, построить там дом и нанять личного продавца, чтобы тот от вашего имени занимался торговлей. То бишь, никакого аукциона, только экономика, создаваемая самими игроками, только хардкор. Плати налоги, а их включат на релизе и живи спокойно. Ну а если не уплатишь, и дом уйдет с молотка. Крафт и собирательство в игре тоже есть, но тут потребуется отдельный гайд, чтобы рассказать обо всем подробно. С собирательством все просто, кто первым стал, того и тапки. Иными словами, первыми пришли на нот, первыми его и стрижете. Сколько на стрижете зависит от уровня развития вашего навыка, а не от того, сколько вы лупанули, например, по дереву. То же и с крафтом, придется пережить не одну сотню фейлов и потратить ту его кучу ресурсов, чтобы ваш навык стал достаточным для создания тех или иных предметов. Но крафт само по себе занятие для избранных, так что вряд ли это сможет отпугнуть истинных ценителей. Можно приручать животных, причем почти всех. Но более того, есть даже отдельный навык, бистмастери, при прокачке которого вы сможете наплодить себе питомцев и этими самыми питомцами выносить мобов. На старте игры весьма рекомендую натамить себе энное количество лошадей. Их и как средство передвижения использовать можно, и раздают они неплохо, и продать всегда можно. Кстати, вроде как впоследствии можно будет даже дракона приручить, но это не точно. Данжи в Legends of Area публичные, так что в общем-то не заскучайте. Обычно туда ходят за опытом, лутом и как раз таки за фаном. А вот пвп хоть и присутствует, но, как говорится, есть нюанс. Для фри пвп игры, где по идее любой может в любой момент наварять любому, в Legends of Area слишком много так называемых гвардзон, где это самое пвп под запретом. Сделано это понятно для чего и кого, но все равно, раз уж вы назвались олдскульной и хардкорной, может все-таки как-то соответствовать высокому званию. В игре есть как официальные сервера, так и шарды. Осколки, они же частные сервера, где правило устанавливает исключительно администрация. Одним из таких осколков на данный момент является, например, Legends of Ultima. Сам я там не играл, но слышал не самые позитивные отзывы. А в общем, советовать не буду, но и отговаривать не стану. Кроме того, разработчики всячески поощряют моддинг своего продукта, так что если у вас переизбыток фантазии, welcome, так сказать. Итак, прежде всего Legends of Area рекомендуется к ознакомлению поклонникам небезызвестной Ultima Online, которая во многом и вдохновлялась. Я бы сказал, очень во многом. Игра должна была выйти в Steam 21 марта, однако, судя по всему, что-то пошло не так, и теперь в графе дата выхода красуется на весна 2019-го. В любом случае, если сильно горит, можно заплатить 30 баксов и получить доступ в игру прямо сейчас. Но, необходимо учитывать, что на релизе игра планируется вроде как free-to-play, так что, возможно, имеет смысл подождать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Legends of Area, подписывайтесь на нас везде, ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, еще услышимся!